МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Торжественные линейки, поздравления и первый звонок. Школьники отметили День знаний. Идут по графику. Ход работ в поликлинике номер один проверили представители Росатома и ФМБА. Что делать с Северным парком? Горожане обсуждают судьбу лесного массива на Березовой. Подробности далее. В этом году за парты саровских школ сядут около тысячи первоклассников. С букетами в руках и улыбками на лицах бывшие детсадовцы готовятся переступить порог школы. До их первого звонка остаются считанные минуты. А впереди море новых радостных открытий, интересные уроки, шумные перемены, новые друзья. Многие учащиеся ждали этот день с нетерпением, готовились к нему давно и серьезно. Хочешь в школу? Да. С каким настроением идешь? С радостным. А чего от школы ждешь? Пятерок и успеха. Первое сентября – отличный праздник. В школе у меня будут много друзей и отличный учитель. И в школе я узнаю много всего нового и интересного. Я жду от школы много друзей, хороших оценок и узнать много интересного. Познакомиться с новыми детками и с новыми знаниями. Не менее волнительный и даже немного грустный этот день для учеников 11-х классов. Первое сентября ребята встречают в последний раз. Уже совсем скоро им предстоит попрощаться с родной школой и отправиться в новый, пока неизведанный мир под названием «Взрослая жизнь». Я пришла, конечно, сюда самыми светлыми мыслями, самыми светлыми эмоциями, теплыми, потому что я пришла в родную школу и очень сильно соскучилась по учителям, по ученикам, по своему родному классу. Поэтому только самая лучшая эмоция, чувство. Немного грустно, тревожно. Последний год здесь, последние такие шаги во взрослую жизнь. Конечно, со слезинки на глазах будем это вспоминать. Центр образования – самая молодая школа нашего города. Ее открыли в 2019 году. Тем не менее, учебное заведение уже заработало хорошую репутацию. Торжественная линейка здесь всегда тематическая. В этот раз праздник был посвящен морскому путешествию. Браздить просторы морей в поисках новых знаний, учащиеся со своими педагогами с этого дня отправятся на уникальном корабле под названием «Центр образования». Школа действительно уникальный корабль, который каждый год, 1 сентября, отправляется в увлекательное плавание. И из каждого такого путешествия мы привозим с собой сокровища. В прошлом году это знак качества инновационных сетей школы «Учусь учиться» и кубок первенства победителя детского многоборья города Сарова. Думаю, что из сегодняшнего путешествия мы вернемся со своими сокровищами. Этот год для нас выпускной, потому что ребята, которые пошли в 2019 году, первые классы в этом году заканчивают начальный уровень. И мы в этом году пополнили школу первоклассниками. В этом году у нас пошло 150 человек. Долгожданный и волнительный этот день не только для учеников, но и для педагогов. Свои первые уроки в школах города начали вести молодые специалисты. Русский язык, математик, английский, начальные классы. Семь учителей пополнили педагогический состав Центра образования. Также семь новых преподавателей и в 12-й школе. Я приехал сюда, устроился учителем русского языка и литературы. Также неожиданно и прям таким чувством получил классное руководство 5-й В-класс. Кроме этого, мне дали еще несколько часов разных классов. Ну, сегодня 1 сентября. У меня первое классное руководство. Первый класс. Это волнительно. Такие чувства, что даже слова меня описать. После завершения линейки первоклассники отправились знакомиться со школой и на свой первый урок знаний. С поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации будут начинаться понедельники в российских школах. О новшествах и изменениях в грядущем учебном году рассказала директор департамента образования Наталья Володько на общегородском родительском собрании. Особое внимание она обратила на новый проект «Разговор о важном». Это еженедельные классные часы, на которых дети будут обсуждать вопросы истории, культуры и общественно-политической жизни страны, региона, муниципалитета. «Разговор о своей родине, разговор о патриотизме, разговор о значимости личности человека в истории и так далее. Все это будет происходить в обязательном порядке с 1 по 11 класс в понедельник первым уроком». Также Министерство просвещения запустит с 1 сентября единую информационную платформу в ГИС «Моя школа». Это федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Новшество коснуться старшеклассников. Реализовать индивидуальные образовательные планы, которые требуют в ГОС, не всегда возможно для каждой школы. Из-за этого углубленное изучение тех или иных предметов для некоторых учеников становится недоступно. Поэтому Департамент образования в пробном режиме введет в этом году сетевой образовательный хаб – распределенную сетевую школу для 10-х классов. «Мы предлагаем детям 10-х классов получить те предметы, которые углубленно в своей школе не могут быть реализованы, на территории другой школы». Специалисты для удобства детей постараются создать две территориальные секции школ в Старом и в Новом районе. На общегородском родительском собрании также подвели итоги прошедшего учебного года и реализации нескольких федеральных проектов. Благоустроенные детские площадки, освещенные дворы и тротуары. В Дежегородской области уже несколько лет существует проект инициативного бюджетирования, где жители сами предлагают объекты для благоустройства. Царов принимает активное участие в этой программе. В 2020 году в городе реализуют 10 проектов, которые победили по итогам голосования в прошлом году. «По всем контрактам и в соответствии с теми требованиями, которые определены, по выполнению данных работ вам решать окончание контракта в сентябре. Пока на сегодня каких-то опасений, то есть до конца сентября, на сегодня каких-либо опасений о том, что работы в рамках этих сроков не будут выполнены, нет». Два проекта связаны с установкой освещения на проспекте Ленина. От проспекта Музрукова до улицы Шверника и во дворе домов 34 и 36. Благодаря активному голосованию жителей город получил дополнительное финансирование, осветил и эту часть старого района. «Непосредственно этот проспект. По нему, не знаю, многие года обращались. Здесь прогулочная зона, здесь горожане хотели, чтобы у них было безопасно, светло. Поэтому, наконец-то, удалось реализовать и эту проблему». «Во дворе домов на Ленина 33 и 35 и Александрович 31 будет несколько зон. Уже установили детский комплекс для ребят помладше. Остальное оборудование должно поступить в ближайшее время. Готова площадка под настольный теннис и для занятий воркаутом. В двух дворах на Некрасово 13 и на Курчатово 13 работы завершили. Кстати, проект по последнему адресу самый дорогой – 4,5 миллиона. Здесь игровой комплекс и зона для воркаута и тренажеры. Все это установлено на прорезиненном покрытии». «Большой труд проделан и инициатива граждан, все-таки, чтобы следили за данными комплексами, воспитывали своих детей, чтобы они не портили их. Ну и, в принципе, эти покрытия, конечно, не для рисования, это не асфальт. Тем не менее, буквально недавно уже первые рисуночки появились». Чтобы подобный городок или площадка появились и в вашем дворе, необходимо сформировать инициативную группу. Жителям нужно примерно представлять, что они хотят, обратиться с этой идеей в департамент городского хозяйства. Специалисты объяснят, какую процедуру провести, а дальше все будет зависеть от активности горожан. Совсем скоро холл первой поликлиники преобразится до неузнаваемости. Вместо привычной регистратуры, картотеки и окошка платных услуг здесь оборудуют новое современное пространство. Ремонт идет в рамках программы «Бережливая поликлиника». Его главная цель – сделать пребывание пациентов более комфортным, разделить потоки, уменьшить время ожидания. Работы уже вышли на финишную прямую. Внутри у нас плитка на положенный процент на 90. Я так думаю, мы на следующей неделе, в этом четверг, действительно, должно закончиться. Стены у нас готовы под декоративную окраску. Декоративную окраску нам привезли. Долго мы ее ждали, а мы, конечно, привезли. Сейчас декоративная окраска у нас идет. А здесь у нас проблем тоже не должно быть. Возникла небольшая проблема с поставкой витражей и дверей. Сроки сдвинули, обещают их привезти на следующей неделе. Наружные работы практически закончили, кроме ступеней и шапок. Их доделают в течение недели. Мебель готова, ждет на складе. 2 сентября начнется монтаж гардероба. Срок сдачи объекта у нас остается прежним. Что хотелось бы сказать по первой поликлинике, ну так же, как по второй. Основной упор был сделан именно на входную зону, на улучшение работы тех сотрудников, кто работает непосредственно с приходящими людьми. Это администраторы, работники регистратуры. Удалось найти помещение для переноса картохранилища из холла. В результате появилось больше свободного пространства. Получилось окончательно разделить потоки пациентов. Для тех, кто имеет признаки ОРВИ, сделали отдельную большую зону ожиданий перед кабинетом неотложной помощи. Что касается самого картохранилища, не исключено, что скоро она уже не понадобится. И помещению найдут новое применение. Параллельно со всеми проектами, которые сейчас реализуются по городу Росатома, идет активное внедрение Единого ведраста Медицинской информационно-анатологической системы. И эта система позволит медицинским организациям сократить время работы с медицинской документацией и сфокусировать свое внимание на работе непосредственно с пациентом. Пока здесь будет временное хранилище для амбулаторных карт и другой документации. Затем его можно переоборудовать, например, для кабинета планового приема. Еще одно новшество касается колл-центра 95511. Сотрудники КБ номер 50 признают, что есть проблема с вызовом врача, особенно ранним утром в понедельник. При этом главврач отметил, что лично каждый день проверяет работу линия. И уже после 10 часов время ожидания ответа оператора сокращается до нескольких минут. Один из проектов будет направлен на работу именно Единого пол-центра, как информационно-исправочной службы, с возможностью автоматизированной записи вызова врача на дом. Планируется, что будет работать робот-автомат, который вместе с регистраторами, то есть операторов никто не отменяет, будет возможность до 100 обращений в минуту обрабатывать в режиме реального времени. После того, как пациент оставит заявку, ему придет сообщение, что вызов принят. Систему планирует запустить на следующей неделе в тестовом режиме. На полную мощность надеются выйти во второй половине сентября. Тогда проблема с вызовом врача на дом будет решена. Летом в детской поликлинике на Курчатова начался ремонт. Рабочие реконструируют заднее крыльцо, чтобы обеспечить доступ маломобильных граждан. Расширяют центральный вход для разделения потоков. Также будет закрыта колясочная, чтобы туда не попадали снег и дождь. Сроки окончания работ это декабрь этого года. Здесь еще планируется ремонт именно здесь, в одной зоне. Перенос гардероба, отделение картохранилища, стойка регистратора немножко другая. Ну, зона ожидания. Проект не ограничивается только ремонтом входной группы, доступностью среды для маломобильных граждан. Основной акцент делается на профилактическое направление. Оно достаточно уникальное в системе ФМБА. Центр здоровья детей, который расположен на данной базе, он попал в проект. В этом проекте выстраиваются новые процессы, производится в том числе перенос в помещение, чтобы создать отдельный блок, для того, чтобы вся профилактическая направленность работы детской поликлиники была сгруппирована. Работа в Центре здоровья близится к завершению. В ближайшее время начнется монтаж оборудования. В сентябре здесь возобновят прием пациентов. Все будет полностью новое, плюс добавят обследование глаз. Также в детской поликлинике работают над оптимизацией выдачи медицинских справок здоровым детям. Теперь выдача справок здоровым детям будет оформляться через голосовой помощник, через чат-бот. В процессе сейчас разработки данной программы мы будем ее тестировать, смотреть, где у нас можно еще оптимизировать данный процесс. Поэтому теперь это будет объединение со взрослыми пациентами. Речь идет о выдаче справок на санаторную курортное лечение или спортивную секцию, направление на соскоб для бассейна. То есть теперь родителям не нужно будет сидеть в очереди, а потом ждать, пока пятиатр заполнит все бумаги. Достаточно позвонить в единую справочную службу, ответить на вопросы голосового помощника, а затем забрать документы, когда они будут готовы. В полную силу проект заработает после тестовых испытаний в середине сентября. Также на встрече Игорь Лашманов поделился с журналистами долгожданными новостями. Штат клинической больницы номер 50 пополнился 8 новыми специалистами. Часть врачей уже приступила к работе, часть начнет прием в сентябре. Один врач-участковый терапевт, два врача-участкового педиатра, врач-травматолог в детскую поликлинику уже приступил к работе на этой неделе. С 1 сентября приступает к работе врач-акушер-гинеколог в радиоакушерское отделение. Уже работает в первой поликлинике врач-офтальмолог. Приезжает врач-невролог в поликлинику. И врач-хирург тоже с 1 сентября приступает к работе в хирургическом отделении. Ремонт входной зоны второй поликлиники начался в начале лета. Он проходит в рамках совместного пилотного проекта ФМБА «Росатома» о совершенствовании качества доступности медицинской помощи в городах присутствия госкорпорации. Подрядчик уже приступил к чистовой отделке помещения. На финишную прямую вышли наружные работы. Идет отделка крыльца гранитом. Мы довольны проведем ремонт. Все виды работ всегда согласовываемся со всеми службами. И, наверное, прислушиваемся друг к другу и выполняем все просьбы, требования, которые необходимы. Помимо ремонта во второй поликлинике идет настройка процессов, которые будут здесь происходить. Это разделение потоков, стандартизация работы регистратуры, картохранилища, администратора холла. Активно идет работа, которая касается профилактики хронических и неинфекционных заболеваний. Уже работают школы здоровья пациента, созданы ролики профилактические, заработал портал на внутренней сети РФАЦНИЕВ, где можно посмотреть и расписание, график работы поликлиники и некоторые ролики профилактической направленности. Ремонт здания – это лишь верхушка айсберга. Кардинально меняют подход к пациенту, выстраивают новые принципы приема больных. В рамках еще одного ПСР-проекта конференц-зал на четвертом этаже преобразует в интерактивный класс. В нем будут проходить обучающие занятия для пациентов. Об этом проекте известно первым лицам Федерального медико-биологического агентства, в том числе главному специалисту по медицинской профилактике, которая очень поддержала идею создания такой школы в поликлинике номер два города Сарова, будет оказывать прямое взаимодействие и поддержку информационными материалами и сопровождение для развития этого направления. Все работы, которые сейчас ведутся, относятся к первой очереди. При наличии финансирования начнется ремонт второй очереди. Мы надеемся, что 15-го числа здесь будут работы закончены, поликлиника в условиях подъема заболеваемости начнет работать с разделением потопа в его центре. В начале августа наш город посетили экологи. Приглашенные специалисты изучили участок леса, который в народе прозвали Северным парком. В лесу поставили эко-ловушки, исследовали деревья, сделали замеры воздуха. Цель визита – определить, обитают ли на этой территории уникальные виды птиц и насекомых, растут ли редкие породы деревьев. Заключение экологов поможет властям ответить на вопрос, волнующий многих горожан. Нужно ли благоустроить территорию, сделать ее парком или лучше оставить в первозданном виде? Его нужно благоустроить или лучше оставить таким, как он сейчас? Я считаю, что ничего менять в этом лесу не надо, потому что он и без того шикарный. Я очень люблю этот лес, потому что я здесь живу, и я считаю, что ничего менять не надо. Мне кажется, какой-то интересный, что-то сделать нужно детям, чтобы там находились как аллеи или что. Ну, вот так. Я тоже думала, всегда, я говорю, что-то сделать здесь, дети отдыхали, да, с детьми, с мамами пошли бы туда куда-то. В принципе, там нормально гулять, поэтому не думаю, что нужно что-то. Освещение, тротуары, скамеечки пригодятся? Освещение надо. Тротуары? Нет, это все-таки лес. Да можно вообще, почему нет? А вот что там лучше поставить? Да, ну, тропинки, скамейки. То есть делать городской парк? Ну, ну, не как вот парк, прям, зерно вот такое, прям, большое там. Ну, так что-нибудь, какие-то, ну, пешеходные дорожки маленькие. Если с точки зрения благоустройства, то возможно, но точно не строительство никакое. То есть, если я, как бы, смотрел, видел информацию о том, что с парком какие-то хотят делать маневры, то есть, если мое, как бы, личное мнение, как жильца, живущего рядом, то есть, возможно, стоит, как бы, благоустройство, но точно не строительство. Тему возможного появления на территории леса жилой застройки подняли соровчане в комментариях к посту главы города, в котором он кратко рассказал о визите экологов. Среди озвученных мнений было и утверждение о том, что идея благоустройства леса – лишь предлог, чтобы привести на эту территорию застройщиков. С этой позиции в корне не согласен депутат Иван Сидников. Он считает, что лесу нужен уход. На застроенной и заброшенной территории велик риск пожаров. Яркий тому пример – сухостой Мордовского заповедника и пожары 2021 года. Существует крайняя точка зрения. Но мы уже договорились, ни о каких жилых постройках, капитальных строениях речи быть вообще не должно. И давайте эту идею отбросим как вредную. А сторонники другой теории – давайте оставим дикий лес, как он есть. Я могу сказать следующую вещь. Вы попробуйте на своей даче, на своем огороде, на своей фазенде не прибираться хотя бы в течение одного летнего сезона. Вы увидите, что получится. Вам это не понравится. Мнение депутата перекликается и с предварительными итогами работы экологов. Есть необходимость адаптировать этот участок к городской среде, создать рекреационную зону, экологические тропы. Цитирует мнение специалистов глава на своей странице в соцсети. Лес по предварительной оценке старовозрастной. Редких видов растений, птиц, млекопитающих нет. Но есть многочисленные следы стихийных свалок, которые горожане оставляют после пикников. И только прогулочная зона. Что я вижу вот здесь? Естественно, дорожки пешеходные для мам с колясками, для пенсионеров, для жителей ближайших домов, для горожан. Чтобы они здесь прогуливались, естественно, нужны лавочки, скамеечки. Естественно, нужно электроосвещение. Вода нужна? Нужна. Как минимум два туалета на территории 90 гектаров нужны? Нужны. На то, появятся ли в Северном парке тропинки и лавочки, существенно повлияет заключение экологов. Оно будет готово только к зиме. Пока вопрос о судьбе парка остается открытым. Но одно ясно точно. Любая жилая застройка на территории Северного парка – неприемлемый вариант развития событий. Новые средства на завершение строительства 11-й школы на улице Зорги заложили в городской бюджет. Так, чтобы доделать финальные 15% объекта, выделят около 55 миллионов рублей. Напомним, ранее представители администрации сообщили журналистам, что школу сделали на 85%. Это необходимая мера для заключения контракта с новым подрядчиком. Есть большая вероятность, что их не потратят, а сохранят на нужды города. Для того, чтобы заключить контракт, мы должны обеспечить доведение этих лимитов. Фактически, отчасти эти деньги, да, мы готовим обращение в адрес губернатора, для того, чтобы предусмотрели дополнительные финансированные на эти средства. Когда будут средства доведены, то условно эти деньги будут высушены. Для того, чтобы законтрактоваться, необходимы лимиты. Нам нужны лимиты. Также среди непрограммных расходов бюджета оплата госпошлины для подачи исковых заявлений в арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с ООО ТСК суммы неотработанного аванса по объектам 11-й школы и Центра культурного развития в размере 400 тысяч рублей. Напомним, в июле администрация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил свои обязательства. В муниципальной программе образования также предусмотрели 10 миллионов налогов. Акап ремонт стадиона 12-й школы. 5,5 миллионов потратят на приобретение автобуса для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья для школы-интерната номер 9. В рамках программы «Городское хозяйство» и «Транспортная система города» на закупку двух автобусов для регулярных перевозок граждан в бюджете заложили 18 миллионов. Увеличено бюджетное ассигнование в сумме 24-439 тысяч рублей за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного защищения за счет средств областного бюджета. Это у нас дорога до КПП-3. Миллион рублей планируют потратить на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. У нас больше 15 участников. И цель, конечно же, этого мероприятия, чтобы у нас горожане познакомились с нашими предпринимателями. Наши социальные предприниматели огромные молодцы. Они развиваются, стараются внести постоянно новые услуги, следят за своими клиентами, откликаются на их отзывы и пожелания и постоянно вводят что-то новое, что-то интересное. У гостей праздника была возможность пообщаться со специалистами семейных центров, учителями, логопедами и психологами, получить скидочные купоны, диагностировать степень готовности ребенка к школе и поиграть в подвижные и развивающие игры. Вообще очень здорово, что у нас вот так организовали, потому что это отличная возможность друг с другом познакомиться, перенять друг у друга какие-то успешные практики и вообще стать лучше, потому что когда сам варишься в своем соку, не всегда понимаешь, хорошо ли ты делаешь, но что ты делаешь. Возможности для дополнительного образования и развития в нашем городе есть не только у здоровых детей. Несколько лет назад в городе появилась студия, специалисты которой в своей работе ориентируются на ребят с аутизмом, ДЦП, задержкой психического развития и так далее. Часто к ним приводят и здоровых детей, которые имеют небольшие логопедические нарушения или отстают по некоторым школьным предметам. Выставка в парке дала возможность родителям поближе познакомиться с деятельностью центра. Мы переживали, боялись, думали, может быть не стоит, но прям не пожалели. Родители все очень заинтересованы, детки довольны. ЦПП прям огромное спасибо. Надеюсь, что в следующем году тоже будет организовываться такое мероприятие, и мы будем обязательно участвовать. Сферу высоких технологий на выставке представлял в том числе детский технопарк «Кванториум». Для ребят организовали мастер-классы. Можно было попробовать VR-очки, запустить дронов, собрать карты на скорость. Самое главное, что родители прямо сейчас могут записать своих детей здесь, в парке. Напоминаю, что в детском технопарке «Кванториум Саровс» обучение абсолютно бесплатное для детей с 10 лет. Также для гостей праздника организовали модный показ детской одежды, мастер-классы от фитнес-тренера и концерты юных вокалистов. Красочное, аппетитное, традиционное национальное блюдо жителей Греции готовили на кулинарном мастер-классе. Шеф-повар Татьяна Расторгуева рассказала участникам о пользе овощей и поделилась рецептом уникальной заправки с семенами чия. Это первое занятие серии мастер-классов, которые проведут в рамках реализации проекта «Клуба Лотос. Инклюзивная кухня. Про вкус». Данный проект адаптирован для молодежи с ОВЗ и инвалидностью и направлен на получение социально-битовых навыков путем приготовления различных блюд, но популяризируя правильное питание. То есть мы учим молодежь готовить правильную вкусную пищу. В июне «Клуб Лотос» выиграл областной конкурс «Драйверы роста», получил гранды и приступил к созданию проекта. Его реализуют при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики и Молодежного центра «Высота». Впереди ребят ждет немало открытий. Татьяна Расторгуева приготовила для будущих занятий разные поварские лайфхаки, которые помогут ребятам готовить с удовольствием. Мне кажется, это такая очень хорошая, благородная цель – научить и помочь. Я могу поделиться этими знаниями, которые у меня уже скопились за плечами за 24 года работы в ресторанах и общественном питании. Мне хочется делиться и учить. После мастер-класса участники пили чай с ппшным десертом без пшеничной муки и сахара. На станции юных натуралистов работает порядка 20 кружков для ребят, которые увлекаются миром живой природы. В объединении юной зоологии дети изучают особенности диких и домашних животных, учатся на практике и ухаживают за ними в зооуголке при станции юнатов. Кружок юных кинологов будет интересен любителям собак. Здесь расскажут все о четвероногих друзьях. В кружок можно приходить и со своим питомцем. На станции юных натуралистов начинать обучение могут дети, начиная с детского сада. У детей детсадовского возраста идет взаимодействие с животными зооуголка. Также у нас есть теплица с комнатными растениями. Они учатся ухаживать за ними. У нас педагоги ведут занятия кружков не только на станции юнатов, но также на базе школ города. Практически во всех школах города работают наши педагоги. Ребята могут посещать станцию юных натуралистов без какого-либо срока. Занятия проходят два раза в неделю. Многие учащиеся активно участвуют в научных конференциях серьезного уровня, трудятся над исследовательскими работами, сотрудничают с мордовским заповедником. Для старшеклассников на станции юнатов предусмотрена серьезная подготовка к ЕГЭ по биологии и олимпиадным заданиям. У нас обучающиеся участвуют в конкурсах, в том числе и в международных. Если занимают призовые места, выдаются дипломы, которые обучающиеся потом копят для своего портфолио, которые дают дополнительные баллы при поступлении на биологические и медицинские факультеты. Более 150 человек из 67 субъектов Российской Федерации собрались в Нижнем Новгороде на конференции «Социальный десант», чтобы обсудить одну из важных проблем современного общества – социальные негативные проявления в среде подростков. Саров на конференции представляла сотрудник молодежного центра Екатерина Неконорова. Для участников организовали пленарные дискуссии, образовательные интенсивы, презентации лучших практик, субъектов нашей страны, проектные сессии и решения практических кейсов. Что можно подчеркнуть из всех высказываний, которые были? Нужно, прежде всего, формировать мировоззрение ребенка, работать над семейными ценностями, показывать важность семью. Если ребенок уважает своих родителей, мать и отца, то, в принципе, у ребенка будет все хорошо. Специалисты также советуют прививать духовные ценности и занимать ребенка спортом. Именно спорт – основа волевого воспитания, поскольку человек, которым занимаются, мотивирован на успех. Маленьким шагами он движется к своей цели – получению медали или разряда. Также нужно обратить внимание на поведение ребенка в соцсетях. Сетевые дети – так сейчас специалисты называют подрастающие поколения. В сети есть и положительные моменты, но много и негативных проявлений. Чем ребенок занимается? Какие сообщества у него в социальных сетях? Потому что есть сообщества, которые сейчас провоцируют ребенка на склонность и к суициду, и принятие каких-то запрещенных веществ, и каким-то другим негативным моментом. За всем этим нужно четко следить. Надо разобраться, почему ребенок тянется к негативным проявлениям, что с ним происходит. Это работа не одного дня и даже не одного месяца. В тесном взаимодействии проблему должны решать и родители, и педагоги, и психологи. Главное – найти какое-то занятие, которое заполнит пустоту в душе ребенка, позволит ему развиваться в правильном направлении, не оставит времени на деструктив. Мы будем совершенствовать форму работы с молодежью, потому что все-таки у нас молодежный центр, и вся работа направлена именно на работу с молодежью. Заинтересовывать их мероприятиями. Сейчас в России очень популярна проектная деятельность. Молодежь пишет проекты, получает гранты на их реализацию. И очень важно вовлечь их в реализацию той идеи, которую они хотят воплотить. Также Екатерина советует родителям задуматься о том, сколько раз в день они обнимают своего ребенка. Как говорят психологи, должно быть не меньше 10 объятий в день. Тогда ребенок будет чувствовать себя нужным и любимым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин